В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Африканская чума не пройдет. Росельхознадзор выставляет санитарные посты на границах Самарской области. Звериный ужас. Зоозащитники уверяют, незаконный цех по забою собак вновь заработал расследование программы. Мощь и выправка Самарской полиции. На площади Куйбышева прошел строевой смотр. Одни из лучших в стране. Самарские врачи больницы Середавина стали победителями на всероссийском конкурсе. Сменить. Нельзя. Оставить. Коммунальные страсти рассорили жителей и управляющую компанию. Встали на защиту санитарной безопасности. Росельхознадзор установил на границе Самарской области и Татарстана специальные посты, где не только досматривают, но и дезинфицируют машины. Все для того, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней. В Татарстане уже объявлены две неблагополучные зоны. Что нельзя провозить, выяснила Марина Кравцова. Под пристальным вниманием каждый автомобиль. Инспекторы досматривают, есть ли в авто мясная продукция из карантинной зоны. Воз свинины из очагов африканской чумы под строжайшим запретом. На каждый ветеринарный груз должны быть все необходимые документы. Чтобы заразу не завезли на колесах, шины и диски машин, приезжающих из Татарстана, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Досматривается груз, который провозится. И при наличии продукции свиноводства с карантинной зоны и кормов растительного и животного происходения без ветеринарных документов, с карантинной зоны изымается продукция и уничтожается. На границе Самарской области с Татарстаном действует четыре ветеринарных поста. Их установили сразу после введения карантина. В Татарстане объявлены две опасные зоны. Первая радиусом 5 километров вокруг села Сосновка. Вторая в 15 километров как раз прилегает вплотную к Самарской области. В Сосновке, по нашей информации, полученной от коллег из Татарстана, одна свиня у них там умерла. Взяли пробы, выявили АЧС. Потом, как выясняется, это было крестьянско-фермерское хозяйство. 74 головы там у него содержалось. То есть эпизоотический очаг начался у них там. Досмотр и обработку машин проводят круглосуточно, чтобы не возникло заторов на трассах. Водители, хоть им и приходится делать вынужденную остановку, на проверку не жалуются. Закон есть закон. Лучше пусть заразы у нас не будет. Пусть останется там есть и уничтожить, вылечить надо всех. Все спокойно, хорошо реагируют. Все с пониманием. Все понимают, что такая ситуация сложная. Поэтому приходится немножко подождать, постоять две минуты. Я думаю, ни у кого-то организм оставит. Риск завести инфекцию в Самарский регион пока остается высоким. В мире еще нет средства профилактики и лечения африканской чумы свиней. Поэтому ветеринары делают все, чтобы не пропустить вирус в регион. Посты на границе уберут только после снятия карантина в неблагополучных районах. Марина Кравцова, События. Самарские зоозащитники бьют тревогу. Они подозревают, что незаконный цех по забою собак продолжает свою работу. Речь идет о частном доме на Южном проезде. В июне силовики обнаружили там клетки с собаками и разделанное мясо. Цех работать перестал и уголовное дело позже закрыли, не найдя состава преступления. Однако очевидцы уверяют, после того, как шумиха улеглась, четвероногих снова стали привозить к частному дому. Так ли это на самом деле? Подробности в специальном репортаже Андрея Горгуленко. Раненый пес Сайгон, добродушная девочка Алабай Сури и маленький кутенок, побаивающийся людей. Ему еще не успели дать имя. Сейчас эти собаки в безопасности, за ними ухаживают и кормят. А еще недавно они сами могли стать для кого-то деликатесом. На Южном проезде, рассказывают работники приюта, они обнаружили ферму, которая напомнила им картину из фильмов ужасов. Там стояли морозильные камеры, в которых хранилось мясо непонятного содержания. Там прямо на полу стояла циркулярная пила, стояла мясорубка. Возле двора была найдена маленькая собачья челюсть и также хвост собаки. Там бегали два щенка. Одного щенка мы спасли себе, одного забрали в другое место. Забрали оттуда также кучу собак. Работники приюта обратились в полицию, чтобы правоохранительные органы вновь организовали проверку частного дома. В июне здесь уже обнаружили незаконный цех по забою собак. Нашли 11 живых четвероногих и уже разделанное мясо. Тогда возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Однако его прекратили за отсутствием состава преступления. Якобы собак убивали гуманным способом, а мясо продавали только для своих. Подпольную собачью ферму закрыли, но зоозащитники уверены – цех еще работает. В силу того, что прокуратура вынесла отрицательные решения, я стала периодически сюда опять заново приезжать. Наша съемочная группа отправилась на южный проезд. Хозяина фермы успеваем застать на месте. Он собирался уезжать на рынок. Уроженец Вьетнама показать свое владение согласился сразу. А мы можем с вами сегодня сюда зайти? Выходить? Посмотреть, да. Где? У вас дома. Давай. В сарае – выпиющая антисанитария. В коридоре много всякого хлама и мусора. А за дверью в грязном помещении – поросята и куры. В соседнем помещении – морозильные камеры. И, как говорили в приюте, мясорубка прямо на разбитом бетонном полу. Но улик, доказывающих, что здесь и сейчас забивают собак, нет. Сам хозяин утверждает, что перестал заниматься незаконной деятельностью. Все, вы больше этим не занимаетесь? Никогда. Я привык вам. Вот сосед, он хорошо узнает. Мы в сетях не знаем, у меня масса. Рядом, все проверяют. Милиция приезжает? Да, ночью тоже проверяют. Все проверяют, ничего нет. Я хочу, не мешай позавтра, я хочу спокоиться. Я 55 лет, мне хочется спокоиться. Подтверждает эти слова и сосед. Меня три раза по недам сюда приводил местный участковый. Просил меня посмотреть. И под запись все они тут смотрели. Один раз на видео даже снимали. Они тут все комнаты, абсолютно все проходили. Ничего такого не нашли. Просьбу открыть багажник своей машины Вань Таньхау тоже встретил без сопротивления. И уехал на рынок торговать утками и зеленью. Но защитники животных продолжат борьбу с живодерами. В интернете идет сбор подписей под петицией, которая требует остановить работу цеха по забою собак. Сейчас за это высказались уже более 4 тысяч неравнодушных граждан. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Закон и порядок в надежных руках. Саморские полицейские достойно представили свои подразделения на традиционном смотре гарнизона. Готовность патрульных нарядов обеспечить безопасность горожан смогли проверить как руководство областного главка МВД, так и все желающие. Вход на площадь Куйбышева, где проходил, смотр был открытым. В числе наблюдателей был и Олег Зверев. Сводный отряд быстрого реагирования «Гром» демонстрирует приемы рукопашного боя с элементами защиты от огнестрельного и холодного оружия. Готовность к решению боевых задач они отрабатывают на регулярных тренировках. А сегодня время показать свое мастерство для всех. На площади Куйбышева традиционный смотр Самарского гарнизона полиции. Дважды в год они выходят, чтобы город знал, моя полиция меня бережет. Какой детективный сюжет без погони? Спецбатальон ДПС ГАИ показывает пример задержания опасного преступника. Патрульные машины виртуозно блокируют транспортные средства. Хорошо, что в жизни такие ситуации – редкость. А вот четвероногий друг – теперь постоянный спутник полицейских кинологов. Зачастую инспектора с собакой можно встретить и в составе народного контроля и добровольной народной дружины. Как дела на службе у добровольцев, ответ сегодня держат перед генералом. Здесь светоотражающие жилеты, они делают свое дело. Да, видно, далека какая-то. И наряды делают свое дело. И вот, что бы ни говорили, уже всем понятно, что и народный контроль, и ДНД – это не профанация. Правильно, девочки? Да. А? Правильно. Все. Дмитрий Сидоров – сотрудник ДНД со стажем, но уже совсем скоро будет зачислен в штат. А сегодня его наградили почетной грамотой за задержание вооруженного преступника в троллейбусе. Говорит, что патрулирование города с недавних пор из увлечения стало призванием. Вдвоем, втроем, то есть, стоит патруль. Подозрительных лиц смотрим. Лица, которые в нетрезвом состоянии. Может, они не в трезвом, а в наркотическом опьянении находятся. То есть, останавливаем, спрашиваем, досматриваем. И, несомненно, один из самых важных элементов службы – внешний вид. Инспектор должен быть всегда в порядке. Тогда и правопорядка будет больше. Я всегда стараюсь быть примером для сотрудников органов установительных дел. Вам кажется, сегодня генерал самодоводников представительно выглядит. И я хочу, чтобы они выглядели так же. Я вам нравлюсь? Ну и тогда. И они, мне кажется, выглядят так же. Завершился смотр торжественным прохождением с площади Куйбышева прямо к месту несения службы. Олег Зверев, Константин Головин. События. Лучшие в России самарские врачи заняли призовые места на всероссийском конкурсе. В нем участвовали более 600 врачей из десятков регионов страны. Работу специалистов в больнице Середавина признали самой эффективной и современной. Награды победителям вручали в Москве, а сегодня их поздравили на работе. Какую роль на пути к победе сыграли пчелы и другие секреты эффективной работы врача, выясняла Олеся Корецкая. Во всероссийском конкурсе Елена Жук и Марина Генералова участвовали вдвоем от всей Самарской области и обе привезли награды. Конкурс проводится с 2001 года. Участвуют сотни врачей со всей страны по нескольким номинациям. Для больницы Середавина это уже не первое достижение на федеральном уровне. В прошлом году участник конкурса тоже занял призовое место. Вы знаете, что очень много обвинений в адрес врачей, в их некомпетентности, безграмотности. И вот как раз эти конкурсы являются тем большим, огромным стимулом к тому, чтобы врачи всячески повышали свой уровень. Елена Жук работает физиотерапевтом 15 лет. По-настоящему увлечена своей работой. Это интересная, практически творческая работа, потому что мы встречаемся с пациентами с разной патологией. И подбираем каждому пациенту процедуры. То есть это интересно, поэтому и физиотерапия. В отделении восстановительного лечения методы несколько оригинальные для классической медицины. Барокамера Кравченко, герудотерапия и пчелоужаление. Пчел в больнице сейчас нет. Они на зимней спячке в пчеловодческом хозяйстве. Зато снимались в программе «Здоровье» на нашем канале. Еще один источник вдохновения для Елены Жук – Барокамера Кравченко. Эта тренировка сосудов способствует улучшению кровотока сосудов более эластичной, более подвижной. Другой победитель, заведующая поликлиникой Марина Генералова, полностью оправдывает свою фамилию. Она работает в медицине 30 лет и последние 8 возглавляет консультативную поликлинику. Для многопрофильной больницы работа сложная и ответственная. Десятки врачей по 30 специальностям, сотни пациентов каждый день. И выездные осмотры в самые отдаленные уголки области. Для руководителя профессионализм должен быть на первом месте. У меня здесь ситуация, которая конкретно нужно с каждым пациентом решать. То есть здесь приходится все и посадить пациента. И вот эта картина, может быть, они не для меня, не для вас. В первую очередь пациент, когда приходит, начинает, он успокаивается, ему здесь нравится, он успокаивается, а мы в это время решаем его проблему. У них разные специальности, но цель одна – лечить и помогать. Сами победительницы говорят, награды они получили благодаря дружной работе всего коллектива. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Светило российской хирургии в Самаре открыли мемориальную доску профессору Александру Краснову, почетному гражданину Самары, почетному ректору медицинского университета. Цветы к памятной доске возложила и Марина Матвейшина. Солнечно и по-октябрьски холодно. Это не смущает собравшихся у дома известного самарского хирурга Александра Краснова. Ровно год назад профессор, почетный гражданин города ушел из жизни, а сегодня на фасаде дома, где он жил, открывают мемориальную доску. Александр Федорович Краснов. Гордость нашей медицины. И все это в сумме дает прекрасное впечатление о нашем городе, которым мы можем, будем, по праву будем гордиться. В этом великая его заслуга, и в этом мы глубоко преклоняемся перед его талантом организаторским и перед всем тем большим делом, которое он сделал для славы нашего города. Добрые слова в адрес Александра Федоровича говорят его друзья, коллеги и студенты. Вся его жизнь была связана с преподаванием. Он прошел путь от клинического ординатора кафедры госпитальной хирургии до ректора. Краснов руководил мединститутом 35 лет. Его вклад был неоценим в развитии еще и хирургии и травматологии. Это была единственная кафедра в ВУЗе на всю страну. Но самое главное, что он сделал в своей жизни, он многим людям дал новую жизнь. Он их вылечил. Вот это самое главное достояние любого медицинского работника. Дочери и супруга вспоминают, как Александр Федорович умел переключаться с работы на семью. Закрывал дверь в квартиру и оставлял за ней все заботы. Много внимания детям уделял, несмотря на свою усталость. Вы знаете, читает книги, читает от усталости, глаза смыкаются и с ручки бегут. Они им, папа, ты пропустил что-то. Он не ляжет спать, чтобы не подоткнуть им одеяльце, поправить простынь, сказать спокойной ночи. Он замечательный человек был из Санцова. Семьянин. Отличный семьянин. Это пример, я считаю, мужчины и мужа. Еще одну мемориальную доску Александру Краснову откроют в Медуниверситете. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Далее, коротко о других темах дня. В ноябрьские праздники, а россияне в этом году будут отыгать три дня подряд, самарские электрички будут ездить по измененному расписанию. В четверг, 3 ноября по пятничному, 4 и 5 ноября по субботнему, 6 ноября по выходному дню воскресенья. Подробности можно уточнить на сайте Самарской пригородной пассажирской компании. В Доме актера состоится награждение победителей Самарской городской театральной премии зрительских симпатий «Браво». Церемония состоится 31 октября в 18.00. Премия «Браво» проводится с 2012 года. На нее номинируются театральные коллективы, спектакли актеры, режиссеры и художники профессиональных театров. Победитель определяется большинством зрительских голосов. В этом году анкеты для голосования заполнили более 10 тысяч человек. Заповедник Жгулевский входит в топ-10 самых популярных в России. Аналитическое агентство «Турстат» провело исследование рынка экологического туризма. Следующий 17-й год объявлен годом экологии в России. В стране насчитывается 50 национальных парков, 103 государственных природных заповедников и 61 заказник, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. Среди других популярных заповедников – национальные парки Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Башкирии и Карелии. Сменить нельзя оставить. Коммунальные страсти разгорелись в Самаре, в микрорайоне улиц Отважная, Дыбенко и Карбышево. Многие жители недовольны работой своей управляющей компании и готовы ее сменить, но встретили неожиданный отпор. Обе стороны конфликта выслушала Олеся Карецкая. Быть или не быть нынешней управляющей компанией – над этим почти гамлетовским вопросом жители микрорайона, что на Отважной и Карбышево, бьются еще с августа. Их дома обслуживает энерготехсервис. После того, как эту контору стали заваливать жалобами, коммунальщики вышли к людям с предложением – создать товарищество собственников недвижимости. Так, мол, будет проще решить разногласия. Но горожане решили пойти другим путем – изменить саму компанию. После чего, по словам жителей, и началась необъявленная война. И как только стали уходить дома от управляющей компании энерготехсервис, они обрушились на жильцов, на тех людей, которые активно работали в этом направлении, ну и на меня, конечно, с листовками. Листовки все, конечно, ужасные. Какие все плохие, управляющие компании, какая хорошая вот наша энерготехсервис. Они на сегодняшний день пытаются сделать свои реестры голосования, тоже ходят по домам, хотя не имеют этого права. Претензии к управляющей компании возникли, когда жители внимательно изучили квитанции и сравнили данные с показаниями счетчиков. Вот, например, за май мы переплатили столько гекокалорий, вот, в июне столько, а потом они не работают строго по счетчику, понимаете? Они что хотят, то творят. Председатель Совета дома Людмила Помогайбина уверена, люди переплатили по ее подсчетам больше 300 тысяч рублей. Они уже сообщили об этом в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. После того, как в жилинспекции пришел ответ, что это они делают незаконно, в этом месте эту строку они убрали. В управляющей компании другая точка зрения. Ее директор Антон Кондратьев уверяет, конфликт спровоцировали люди, которые заинтересованы в том, чтобы дома обслуживала другая фирма. У нас везде чистота, порядок, у нас всегда тепло. Мы собрали реестр голосов, который также мы отправили в жилинспекцию и в администрацию, где люди действительно большинством голосов избрали мою компанию. И поэтому те инициативные граждане, которые пытаются поддерживать предыдущего управляющего с его желанием навязать услуги другой компании, на настоящий момент с юридической точки зрения абсолютно не обоснованы. В напряженной ситуации есть и плюсы. Жильцы стали активнее. Они создали форумы по подъездам, участвуют в общих собраниях. Решения о смене управляющей компании в жилищной инспекции примут в течение месяца. Жильцы 27-го дома по улице Отважная тем временем готовят обращение в суд. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Областной бюджет на предстоящий год сверстан более жестким, но все социальные статьи будут профинансированы в полном объеме. Трехлетний проект главного финансового документа региона года представлен на заседании Кабинета министров. Согласно документу, бюджет 2017 года по доходам составит 126,5 миллиардов рублей. Примерно столько же по расходам. Следует отметить, что это цифры пока без учета целевых поступлений из федерального бюджета, который еще только формируется. Несмотря на неоднозначный прогноз социально-экономического развития области, бюджет будет бездефицитным, а в последующие годы предполагается даже оставить небольшой профицит. Задачу жесткой экономии обозначил в послании губернатор Николай Меркушкин. По его словам, нужно исключить все неэффективные расходы, особенно затраты на органы управления. Все расходы социального плана, выплаты, компенсации, доплаты, субсидии сохраняются и будут профинансированы в полном объеме. Более 80 миллиардов рублей пойдут на финансирование социальных отраслей экономики, таких как здравоохранение, образование, социальная политика, спорт и культура. Выпуск продолжат новости экономики. Что внес в четверг в расстановку силы рубль-доллар, знает Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Сегодня цена на нефть перешла к росту. За один баррель марки Brent дают 50 долларов 40 центов. А на валютном рынке продолжается рост. На 28 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 3 копейки. Евро 68 рублей 75 копеек. Золото стоит 2549 рублей, серебро 35 рублей 35 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 64 рубля 56 копеек, дороже всего продать за 61 рубль 44 копейки. Поток российских туристов в Доминикану вырос на 200 процентов. На отдыхе в жаркой стране в этом году побывали 74 тысячи наших граждан. Россия переживает бум автокредитования. Машины в кредит взяли 46 процентов покупателей. А в Самаре пройдут стартап-выходные. Задача участников за 54 часа собрать команду, разработать идею и презентовать ее экспертам. Приз для победителей 500 тысяч рублей. На этом все. Удачи в делах. Более 35 тысяч человек примут участие в параде памяти 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году он посвящен 75-летию исторического парада в запасной столице и присвоению Самаре статуса город трудовой и боевой славы. Помимо военных расчетов по площади пройдут колонны трудящихся, а также впервые члены патриотического движения юнармии. Кроме шествия гостей ожидает фото-выставка, выставка в военной технике, полевая кухня и интересные площадки. Как и в 41-м году, среди гостей будут дипломатические миссии разных стран. Свое участие уже подтвердили Турция, Италия, Сербия, Черногория, Болгария и Афганистан. К параду уже все подготовлено. Впереди остались только две репетиции. Сегодня можно говорить, что подготовка к параду вышла на финишную прямую. И нам необходимо сегодня с вами уже сверить часы, что сделано и что предстоит сделать в оставшиеся 10 дней. Когда важен каждый вопрос, депутаты Государственной Думы начали личный прием самарцев. Он проходит в рамках региональной политической недели. В эти дни парламентарии из столицы отправляются в регионы, от которых они избраны, чтобы узнать проблемы граждан и помочь в их решении. Такие недели запланированы в каждом месяце. Кроме депутатов Госдумы, участвовать в них будут и представители городской власти. Сегодня прием граждан провел герой России депутат федерального парламента Игорь Станкевич. Вопросы у самарцев разные, от ремонта фасада школы до жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. Нет маленьких вопросов. Все вопросы важны. Поэтому для нас все вопросы важны. Но, безусловно, то место, где сегодня я работаю государственную, где работают все наши коллеги, депутаты, оно позволяет решить глобальные вопросы. Далее новости спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Игорь Пантелеймонов выиграл Кубок России по мини-гольфу. Самарские борцы лучшие в России. Баскетбольная Самара начала выигрывать в Суперлиге. Самарским баскетболистам на Урале повезло. Первая игра на выезде закончилась победой. Темп из Ревды сдался со счетом 81-70. Игру взяли на себя Евгений Фидий и Алексей Жуканенко. Уже в середине первого периода со счетом 15-4 Самара вырвалась вперед и удерживала преимущество вплоть до первого перерыва. В раздевалку команды ушли, когда на табло горело 41-39 в пользу Волжан. Во второй половине матча к разборке Урала на камешке подключился Александр Корчагин. Его трехочковые довели матч до победного конца и сделали его лучшим снайпером встречи. Самара закрепилась на шестом месте чемпионата страны. Лидер Суперлиги по-прежнему Сахалин. Самарские спортсмены привезли со всероссийского турнира по греко-римской борьбе шесть медалей – две бронзы, одно серебро и три золота. Чемпионами в Ярославле стали Максим Скуратов, Рудольф Власов и Халид Акаев. Таким образом, самарцы завоевали путевки в финал первенства России. Соревнования пройдут весной 2017 года. Поддержали призовую эстафету борцов на всероссийских соревнованиях и самарские гольфисты. Кубок страны по мини-версии выиграл Игорь Пантелеймонов. А Елена Суконникова и Дарья Чикина заняли второе и третье места на пьедестале почета. Кубок России в Краснодарском крае стал финальным турниром в этом сезоне. Из 25 участников финала юниоров было 15 человек. 11 из них представляли самарский регион. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok